Доброе утро! А вы не заметили, как будто что-то изменилось? Вполне вероятно, что и не заметили пока. А потому о некоторых апрельских новшествах не лишним будет рассказать. Про акцизы на бензин мы уже говорили. Они повысились. Пенсии тоже повысились на 4%. Но в этот раз не у всех. Речь идет о пособии, которое выплачивается льготникам. Социальные пенсии. Как заверил премьер-министр Дмитрий Медведев, правительство вернется к теме индексации страховой пенсии еще раз по итогам первого полугодия с учетом того, как будет развиваться экономика в стране. А с 2017-го индексацию пенсии и вовсе могут восстановить в полном объеме. Ну, по крайней мере, мы должны видеть такую перспективу, сказал глава правительства. Новые перспективы и у других 155 тысяч наших соотечественников, которым пока рано думать о пенсии. Им бы долг отдать. Родине. И не в дружбу, а в службу. Им предстоит пополнить ряды вооруженных сил в ходе весеннего призыва. Пермяков из них чуть больше трех тысяч. Сейчас, говорят, служить хотят и стремятся. Некоторые связывают это с тем, что на государственную и муниципальную службу уклонистам дороги нет. Шампунь, гель для душа, зубная щетка, зубная паста, бритвенный станок, крем для рук и полотенца. Все это получит каждый призывник. А еще все призывники теперь оснащаются персональными электронными картами, которые используются в различных автоматизированных системах военного назначения, как при прохождении военной службы, так и при увольнении в запас. С ними связано одно из новшеств этой весенней призывной кампании. Они, скорее всего, будут с этого призыва выдаваться уже непосредственно на сборном пункте военкомиссариата Пенского края с их изготовлением и вручением. Если раньше мы отправляли данные, их изготовляли в Ленинградскую область, то сейчас это будет делаться уже здесь непосредственно на сборном пункте военкомиссариата Пенского края. А еще изменится форма. Цвет нового обмундирования будет зависеть от рода и вида вооруженных сил. Призывники получат облегченные кожаные берцы с тканевой вставкой и комплекты полевой формы нового образца. И, конечно, призывникам напомнят, что за формой нужно следить, аккуратно складывать ее и упаковывать. Вот стоишь, бывало, на светофоре. Весна, природа просыпается, а рядом грузовик. Пыхтит, шумит. Может, еще и поэтому в Перми так популярны большие автомобили из страны восходящего солнца, что когда ты в таком, выхлопная труба вот такого соседа по дороге чуть дальше от лица. Хотя все равно попахивает. Впрочем, как и в случае с родственниками супруги, неожиданно приехавшими в гости, лучше может быть лишь то, что грузовики порой покидают городские улицы. В краевом центре движение большегрузов будет ограничено с 11 апреля по 10 мая. Мера эта, впрочем, вводится для того, чтобы сохранить дороги в период неблагоприятных погодных условий. Никогда не поздно? Возникает резонный вопрос. Кстати, с 4 апреля в Перми стартует и другая федеральная акция – компания «Дистанция», призванная послужить снижению количества ДТП по причине неправильного выбора или несоблюдения безопасной дистанции автомобилистами в различных дорожных условиях. Справедливо это и не только в области дорожного движения. Времена девальвационного шока, судя по всему, позади, отмечают эксперты. Говорят, что цены перестали расти. По официальным данным, инфляция в России за минувшую неделю снова составила 0,1%, а с начала марта – 0,5%. Еще одна хорошая новость – число зон отдыха в Пермских лесах вырастет. К осени планируют обустроить 9 комплексных мест отдыха. А кроме этого футбольно-баскетбольную площадку и памп-трек – специальную велосипедную дорогу из чередующихся ям, кочек и контур-уклонов. Солнечная и спортивная поляны. В Левшинском лесничестве, в Арджиникидзовском районе – Романовское поле. Около экологической тропы – Чапаевское. И разнолесье у водоема – в Сосновом бару. Кроме этого, зоны отдыха оборудуют в Нижнекуринском и Верхнекуринском лесничествах. Пока же, где прогуляться, чтобы обувь сохранить, всецело зависит от погоды. Не знаю, порадует ли она на этой неделе, но прогнозы в общем весенние. Около нуля ночью, плюс 6-7 днем. И практически без осадков. На этой неделе отмечается день рождения Рунета. 7 апреля 1994 года был зарегистрирован первый домен в зоне РУ. Таким образом, Россия была официально признана государством, представленным в интернете. В общем, случилось это сравнительно недавно, но сегодня почти все уже привыкли. Кстати, мы тоже сравнительно недавно обновили свой сайт. Но там по-прежнему новости, анонсы и свежие выпуски ваших любимых передач. Заходите в Ветта.ТВ